Сегодня мы также с вами, дорогие братья и сестры, слышали евангельское повествование об исцелении песноватого юноши, отрока, который болел этой болезнью и с детства, как поведал его отец. И увидели ту молитву, которую родители возносят за своих детей, дабы они исцелились в данном случае, а в другом случае выросли умными, благоразумными и похожими на православных христиан. Я это не случайно говорю, потому что многое в настоящее время, вот к нам в храм в частности приходит, молодых людей с детьми, это отрадно и радостно, но тем не менее, ребенку надо говорить и объяснять, куда он идет и зачем он идет. Он идет не в цирк, не телевизор смотреть, не танцевальный кружок, не кружок пения, а он идет молиться Богу и предстоять перед Богом. Именно предстоять, вот видите, а не сидеть, не плакать, не отжиматься, не прыгать вот здесь передо мной на огоне. При этом удивляешься спокойствию родителей, которые молча взирают на свое чадо и как бы ничего вроде бы и не происходит. Видно, я не представляю, что эти дети дома делают, но детей, дорогие мои, надо воспитывать строгостью. Ведет себя так, вывести и выпарить, извините за выражение, как следует, чтобы он запомнил раз и навсегда. Как себя вести и как приходить в храм Божий, что же будет с ними дальше, если в таком возрасте они себя позволяют так вести. Не все такие, но очень часто встречаются. И дети всех, родители бедные стоят и успокаивают, уговаривают. О чем уговаривают? Надо привести ребенка в чувство. Он еще не понимает, он находится в бесплавенности, что порой и творит, и что делает в том или ином месте. Поэтому воспитанием строгости еще никого не избаловало, никого не сделало плохим человеком. Из него министр или президент вряд ли вырастет, а не вырастет ни два, ни три человека, а вырастет один. И тот, извините за выражение, будет бестолковый, никчемный, а будет только радоваться, веселиться, вот так же прыгать и требует удовлетворения своих плоских похотей, которые, к сожалению, у всех у нас есть и у детей они процветают особенно. Поэтому, особенно в настоящее время, очень сильно развивается так называемая ювенальная юстиция. Вы знаете о ней, ее пытаются нам навязать. Опять тот же Запад вместе с Америкой, чтобы разложить наши семьи, разрушить их изнутри. Чтобы была демократия в семье, чтобы дети, подобно некому Павлу Кумарозову, стучали на своих родителей, говорили, что они их обижают, бьют, не кормят, не поют, не одевают, чтобы они росли полными иждивенцами. И при этом еще имеют право обратиться в судебные органы, которые потом будут расследовать и говорить, что вы, родители, в данном случае не правы. Кого породил, того воспитают. Воспитают так, как считают нужным. Вот такая точка зрения наша должна быть. В данном случае мы воспитываем в точке зрения христианской, в православии. А это подразумевает собой строгости, хранение постов, достойное поведение в храме, дома, в школе, в общественном месте, чтобы на лице этого отрока и отраковицы везде было написано, что он является православным человеком и ведет себя с чувством и с достоинством, а не уподоблялся американским штучкам прыгать, бегать, кричать, радоваться, веселиться и брать от жизни все. Я это не случайно говорю, хочу на это ваше внимание особо обратить, поскольку многие верующие ко мне подходили и говорили, что дети, особенно при творе, творят что-то неимоверное, бегают, прыгают, при этом родители молча при этом за всем наблюдают и боятся своим детям сделать замечание. Воистину, великая демократия, только она вас приведет в другое место, преисподнюю. Вот об этом надо помнить, задумываться и воспитывать детей в строгости правил и образцов, которые у нас есть множество примеров. Почитайте «Жития святых» или почитайте наши русские народные сказки, или в конце концов наших русских классиков, и вы увидите, в каком воспитании проводили те люди, которые достигли какого-то положения в этом обществе и какого-то положения в Церкви Христовой. С праздником всех вас! С праздником всех вас! С праздником всех вас!